Святая Троица Чему посвящен этот праздник? День Святой Троицы – это, наверное, один из самых главных праздников в христианской церкви. Отмечается он на 50-й день после Пасхи, почему еще называется Пятидесятница, и через 10 дней после Вознесения Христова. Еще в своей прощальной беседе с учениками перед крестными страданиями Спаситель обещал, что он пошлет Духа Утешителя на апостолов, который наставит их на всякую истину. И вот после Вознесения апостолы, будучи собраны в Сионской горнице, удостоились вот этого сошествия Духа Святого, которое было в шуме, как бы множество языков, и в виде огненных языков пламени Дух Святой сходит на них и преображает их, преображает их из обычных людей, последователей своего Учителя, людей простых, порой некнижных, порой трусливых, и разбязавшихся, и отрекшихся, и просто обычных немощных людей. Он из них созидает апостолов, тех, которых мы знаем, и тех, которые просветили светом Евангелия весь тогдашний цивилизованный мир. Этот мир сам себя называл Вселенной. Эти люди, не имея тех возможностей, которые имеет современный мир, не имея тех средств передвижения, они передвигались пешком, переходили из города в город, обошли совершенно... Ну, вот тут, если посмотреть на карту апостольских путешествий, трудно себе представить, что пешком, без каких-то таких вот материальных возможностей, можно вот обойти такое расстояние, и проповедуя Христа Воскресшего, основывая церкви, они создали ту церковь, которая существует сегодня, и членами которой мы являемся. Вот почему Пятидесятница еще называется днем рождения церкви. – Владыка, а что такое церковь? Это же не просто какая-то организация, структура, партия, да? – Да, хотя в церкви есть и организация, хотя есть и организация, есть и структура, естественно, но, конечно, церковь – это гораздо больше. Церковь – это общность людей, объединенных верой во Христа Спасителя. Причем эта общность такая состоит из двух неравных частей. Одна часть состоит из тех, кто уже ушел в иной мир, тех верных членов церкви, и мы называем ее Церковью Небесной. И церковь земная или церковь воинствующая – это те люди, которые живут сегодня, это мы с вами, потому что церковь совершает свою такую битву, никогда не кончающуюся до второго страшного пришествия, битву добра со злом, потому что церковь борется с человеческим грехом, церковь, как члены церкви, каждая члена церкви борется с грехом, живущим в нас, в наших сердцах. И в этой борьбе кто-то побеждает, кто-то бывает побежден. И, конечно же, одной из главных особенностей церкви является то, что члены тела Христова, члены церкви должны быть соединены между собой любовью. Сам Господь сказал, потому узнают, что вы мои ученики, если любовь будете иметь между собою. Ну и апостол Иоанн говорит совершенно замечательную такую вот дефиницию, да, что Бог есть любовь, что сам Бог – любовь. И поэтому любовь – это главная такая сила, которая должна существовать в церкви и на которой должно быть все основано. Это далеко не всегда получается, далеко не всегда так, но это та заповедь, которую мы должны исполнять, потому что это главное повеление Спасителя – любить друг друга. Членом церкви, конечно, может быть каждый человек, который уверовал во Христа, крестился и соединился со Христом в таинствах церковных. Владыка, а как проходят службы в этот день? Какие молитвы читаются? В этот день проходит служба в общих чертах, так же, как и во все остальные праздники. Мы совершаем накануне вечером всеночное бдение, так называется, богослужение, предшествующее праздничному дню, в котором прославляется то событие, которое мы вспоминаем. Потом утром совершается божественная литургия, и есть одна особенность – после литургии сразу совершается вечерняя, которая обычно должна совершаться, ну, как и следует из названия, вечером. А здесь она присоединяется к божественной литургии, литургия, как мы знаем, служится с утра. И на этой вечерней она заканчивается таким вот необычным достаточно последованием, когда священник на коленях, лицом к народу читает специальные молитвы святой Пятидесятницы, так называемые коленопреклоненные, и народ стоит на коленях, тоже слушает эти молитвы. В молитвах призывается Дух Святой, чтобы Он сошел, осветил, очистил тех людей, которые молятся. А коленопреклонение – это внешний знак сокрушения человека о грехах, покаяния, о том, что мы стоя на коленях как бы исповедуем свое недостоинство перед Богом и просьбу о том, чтобы Господь очистил и осветил нас Духом Своим Святым. Кстати, в уставном отношении это первое преклонение колен после Страстной недели. Там последний раз мы преклоняем колено в церкви перед плащаницей в Великий Пяток, и вот до Троицы по уставу на колене становиться в храмах и дома не положено. Как бы, какие бы чувства ни обливали человека, как бы торжественно и величественно не совершалось богослужение, но мы стоим, тем самым исповедуя каждый раз свое радость и торжество о воскревшем Господе. Вот. Ну, это такая вот особенность праздника. Помните это у Пушкина? В день Троицы, когда народ, зевая, слушает молебен, умильно на пучок зари они роняли слезки три, да, про Ларинах, вот, в день Троицы, когда народ, это вот как раз вот такое вот восприятие поэта, вот, заря – это такая трава, кукушкины слезы сегодня они называют. Вот по традиции обычно в церкви во время Троицы устилают пол скошенной травой, украшают храм березами, а в руках держат вот такие небольшие букетики из травы и полевых цветов. Вот такая вот народная традиция, она сохраняется до сегодняшнего дня, так что вот это особенности богослужения, о которых вы спросили. Серафим Саровский на вопрос о смысле христианской жизни говорил, что главное – стяжание Святого Духа. Что это значит? Это стяжание, значит, приобретение. Вот как раз главная цель христианской жизни – быть достойным того, чтобы, как мы говорим в молитве Царю Небесной, чтобы Святой Дух пришел и вселился в нас, да, и очистил нас от всяких скверных и спас наши души. Вот, собственно говоря, очищение своего сердца, исправление своей жизни – это условие стяжания Святого Духа, потому что Дух Господень не входит ни в нечистое сердце, не входит туда, где ярость, ложь, сквернословие, зависть, гнев, памятозлобие, вот такие вот грехи, там, конечно, Духа Божьего нет и быть не может. А плоды Святого Духа, плоды духовные, о них тоже очень хорошо сказал апостол. Плод духовный есть любовь, радость, мир, долготерпение, вера, кротость, воздержание. Вот, собственно говоря, разница между вот этими качествами, она, я думаю, понятна каждому человеку. И, действительно, мы живем, христиане, для того, чтобы принять вот благодать Святого Духа. Перед Днем Святой Троицы следует Троицкая Родительская Суббота. Вот, считается, что в этот день можно упоминать всех, даже самоубийц. Это так? Нет, это неправильно. Самоубийц вспоминать нельзя никогда. Вот, церковное поминовение самоубийц, оно, во-первых, запрещено канонами, оно является грехом и может очень плохо отразиться на тех, кто это делает. Вот, поэтому это такая вот народная примета, которая не соответствует действительности. Надо сказать, что, конечно же, для каждого, для любого человека, столкнувшегося с самоубийством своих близких, особенно это страшно для родителей, когда это случается с детьми, понятно, что это страшная трагедия, мы даже не можем представить себя, не столкнувшись с этим, насколько тяжело и мучительно переживают это близкие люди. И поэтому церковь создала такой, так называемый, чин, бываемый об утешении скорбящих родственников. То есть, если человек, у которого случилось в семье такое несчастье, приходит в церковь и говорит об этом священнику, то священник совершает специальное такое молитвенное последование. Оно именно не поминовение самоубийцы, а вот утешение родственников скорбящих. Но это, конечно, действует там, где люди, эти родственники, они люди церковные, они понимают, что такое церковная молитва, для них это, конечно, дорого тоже. Для тех, кто просто приходит и пишет записку и говорит, там что-то сделаете, да, вот я не знаю, что там надо сделать, надо что-то сделать, конечно, это будет не полезно. Поэтому о самоубийцах молиться в церкви нельзя. Есть некоторые такие традиции церковные, когда благословляют человеку, опять же, верующим церковным людям, допустим, там читать какие-то молитвы дома. Можно поставить свечку, вот просто в память об этом человеке. Ну и самое лучшее, самое правильное, что могут сделать родственники такого вот несчастного, это подавать милостыню и помогать нуждающимся, вот прося у Бога облегчение участи своего сродника усопшего. А вообще на Троицу, вот понятно, что на Троицкую родительскую субботу ходят на кладбище, а на Троицу, вот я знаю, что здесь некоторые... Ну, вы знаете, это опять та же ситуация, как с Пасхой. На Троицкую родительскую субботу можно и нужно прийти на кладбище, на Троицкую надо быть в церкви. Спасибо большое, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. До свидания. Редактор субботу.